Старая квартира в обмен на новую. Таковы условия по программе трейд-ин. Например, у человека есть квартира за 15-17 миллионов тенге, а у строительной компании жилье за 21-22 миллиона тенге. Клиент отдает свою старую в счет покупаемой, доплатив разницу в 5 миллионов тенге. Казалось бы, отличные условия, но казахстанцев не особо привлекают такие сделки. Об этом поговорим сегодня в программе Домофон. Многие, услышав о трейд-ин, понимают под этим буквально обмен старого на новое. Но спешим вас разочаровать. Это скорее услуга, которую оказывают покупателю для того, чтобы он побыстрее смог получить деньги за свою недвижимость. Как работают такие продажи и кому они могут быть удобны, давайте разбираться. Программа трейд-ин. Надо понимать, что это не классический обмен старого жилья на новое. От застройщика. Нужно понимать, что в рамках трейд-ина будет два договора. Первый – это договор на оказание услуг вам застройщикам в виде продажи вашего старого жилья. То есть вторички, будем ее так называть. А второй договор будет заключаться с вами на покупку жилья в новостройке. То есть у нас застройщики очень мало, может быть, и нет застройщиков, которые практикуют покупку вашего жилья и продают вам новое. В большинстве случаев застройщики предлагают услуги третьих лиц, либо риэлторских агентств, которые помогут вам продать вторичку на рынке. И застройщик сопроводит вас до полного окончания сделки в виде продажи и заключения договора долевого участия в жилищном строительстве в новостройке. Трейд-ин пришел на казахстанский рынок относительно недавно, около четырех лет назад. Но тогда интереса у застройщиков программа не вызвала. Все изменилось в 2018 году. Некоторые застройщики на фоне возросшего спроса решили работать по этой схеме со всеми желающими. Клиенты знают о такой возможности. При любом обращении клиента, если у клиента нет собственных средств на приобретение квартиры, менеджерами отдела продаж предлагается программа трейд-ин. В Казахстане услуги по трейд-ин предлагают не так много строительных компаний, не более шести крупных застройщиков. Квартиры по этой программе девелоперы сейчас предоставляют только в строящемся жилье. Трейд-ин работает пока лишь в Нур-Султане и Алматы. Но продав квартиру в этих мегаполисах, можно купить недвижимость в Итерау, Актау и Шимкенте. Каким критериям должна соответствовать квартира, которая предоставляется по программе трейд-ин, которую хотят продать? Застройщики, в свою очередь, также свои критерии выставляют на квартиру. То есть, допустим, возможно, эта квартира должна быть не старше, допустим, 80-го года постройки. Возможно, это какой-то определенный район. То есть, в данном случае, каждая компания субъективно решает, какие квартиры, какую недвижимость будет рассматривать. То есть, есть некоторые компании, которые рассматривают только в своих комплексах. Допустим, ранее построенные жилые комплексы, они принимают себе на обмен. Один из весомых плюсов схемы трейд-ин – это бронь, то есть фиксация стоимости квартиры в новостройке на определенный срок. Длительность такой брони зависит от темпов строительства и от повышения цен в новостройке. Бронь на длительный срок ставится, плюс фиксация цены. Цена у вас не растет, плюс предоставляется скидка от компаний, и наш отдел трейд-ин делает вам оценку вашей недвижимости и помогает активно продать вашу квартиру. Также вы можете самостоятельно сами ее продать. Но фиксация цены может не производиться вовсе. К примеру, застройщик может только забронировать квартиру. Другими словами, девелопер дает гарантию клиенту, что жилье не будет продано другим покупателям. Теперь продать квартиру не ваша головная боль, а застройщика. Бывает так, что в строительных компаниях есть подразделения, которые занимаются этим, либо же продажа осуществляется через риэлторскую компанию. Если в течение трех месяцев имущество не продается, то сделка считается недействительной, а у клиента остается два варианта. Конечно, всегда можно отказаться от покупки и искать другие варианты улучшения жилищных условий. Но помните о неустойке, которую придется отдать застройщику в 200-300 тысяч тенге за бронирование новой квартиры. Если такой вариант неприемлем, придется скидывать цену. Тогда сумму торга придется доплатить застройщику. Например, за новую квартиру нужно было заплатить 6 миллионов тенге, а теперь 6,5 миллионов. Потому что старую продали за меньшие деньги, чем договаривались. Надо понимать, что реализуя квартиру таким образом, таким альтернативным способом, как трейд-ин, есть вероятность того, что вы будете продавать квартиру ниже стоимости рыночной на сегодняшний день, поскольку вы ограничены в сроках, заключая договор трейд-ин. Есть определенные сроки, в которые вы должны уложиться по продаже вторички и, соответственно, влить деньги на строительство своего нового жилья. Трейд-ин – все-таки хорошая возможность для тех, кто имеет собственную квартиру, но хочет, к примеру, расшириться или переехать из одного района в другой или увеличить жилплощадь. Среди очевидных плюсов данной схемы – огромный выбор вариантов недвижимости, персональная скидка и возможность купить новую квартиру по фиксированной стоимости в течение трех месяцев. Застройщикам интересно, так как они приобретают дополнительный ассортимент к своему основному продукту. То есть люди обращаются с разными запросами, и есть люди, которым, допустим, нужна уже готовая обжитая квартира, к примеру. Тогда вот именно застройщик уже достает свои квартиры, которые по трейд-ин. То есть не всегда люди, допустим, застройщик предлагает разные варианты приобретения недвижимости, среди которых рассрочка, допустим, да, имеется ипотека. Но людям нужно готовое, допустим, если они хотят использовать и пенсионные средства, то есть нужна уже готовая недвижимость. Поэтому в данном случае застройщикам также выгодно будет предоставить клиентам именно эти квартиры. По трейд-ин, скорее всего, застройщики не примут земельные участки, дома и коттеджи, комнаты в общежитиях и квартиры площадью более 200 квадратных метров. В первую очередь надо понимать, что, заключая договор, вы принимаете определенные обязательства. Отсюда вытекают ваши права, законодательством предусмотренные и предусмотренные договором. В первую очередь, конечно, нужно обращать внимание на такие основные столпы, как сроки, права и обязанности сторон, штрафные санкции. И самое такое важное, скорее всего, это внесение изменений и дополнений в договор и условия его расторжения. Резюмируя, можно прийти к выводу, что у трейд-ин немало плюсов. Это фиксированная цена новой квартиры. Клиенту не нужно самому бегать в поисках покупателя. Немаловажный фактор – полное юридическое сопровождение от застройщика. Конечно, первое время интерес не такой был у клиентов активный. Сейчас люди активно видят, что квартиры продаются. Они могут купить новую себе квартиру, приобрести новое жилье в новом районе, в новом жилом комплексе. Поэтому сейчас активно идут сделки по программе трейд-ин. Вообще программа трейд-ин запустилась не так давно. Но это порядка 5-6 лет она существует на рынке. Конечно же, запустилась в таких городах, как Нур-Султан и Алматы. Далее уже подтягиваются, можно сказать, другие крупные города Казахстана, где также сейчас строительный бум – это Шимкент. Сейчас, возможно, и Туркестан. То есть это наиболее развитые в плане недвижимости города Казахстана. А вот минусов все же немало. Эта программа доступна не во всех городах страны. Скорее всего, стоимость старой квартиры будет заниженной. А еще клиент рискует попасть на долгострой в ожидании нового жилья. К тому же отказаться от покупки новой квартиры будет невозможно после того, как деньги от продажи старой недвижимости поступят на счет застройщика. Неустойка в случае расторжения договора трейд-ин может составить в среднем 1% от стоимости квартиры. Вообще, конечно, люди в большинстве думают, что это равнозначный обмен. Люди в большинстве трейд-ин воспринимают как чистый обмен квартиры. Но так как это два разных продукта, то есть, допустим, готовая квартира клиента и, допустим, строящийся объект у застройщика, то есть они уже сами по себе будут неравнозначны. Поэтому и оценка недвижимости, она также, можно сказать, субъективная. Она больше связана именно с текущим положением на рынке недвижимости. Поэтому стоимость, она, конечно, будет всегда разной. Инструменты, которые сегодня предлагаются на казахстанском рынке по схеме трейд-ин, далеки от принципов простого обмена. Нужно понимать, застройщиков и банки интересует лишь ликвидное жилье. Трейд-ин сейчас – это способ оперативно продать квартиру и купить новую в новостройке.